Я думаю, что сначала мы немножко вспомним то, что было на прошлой лекции, и начнём даже не с первого закона термодинамики, который абсолютно выполним даже для, скажем, одного атома или для одного самого мельчайшего элемента, из которого состоит материя. Но вот в рамках этой лекции мы пойдём другим путём. Мы будем рассматривать закон, который может быть невыполнен. Второй закон термодинамики может не выполняться. Но никто, если мы говорим о большом количестве элементов, молекул, атомов и так далее, никто за всю историю существования Вселенной этого нарушения не увидит. Поэтому мы говорим о чудесах. Это лекция о чудесах, которая регламентируется вторым законом термодинамики и новым параметром, который мы ведём, энтропии. Вы вводили энтальпию, мы будем говорить об энтропии. Но мы потихонечку так ведём, чтобы вы не сразу испугались. Кто-то знает, конечно, из вас уже это всё. И начнём с температуры, потому что этот параметр как раз относится к большим ансамблям молекул, атомов и так далее. И, собственно, он теснейшим образом связан с энтропией, с тем важнейшим определением, которое мы в рамках этой лекции введём. Собственно, нулевой закон термодинамики, его иногда ещё так называют, либо не называют никак, но понимают, что если две системы есть некие, которые находятся в термическом равновесии друг с другом, и они находятся с третьей системой в равновесии, то, собственно, их равновесие предопределено. Это закон транзитивности, он в математике, в логике используется. Здесь это действует на таком вот физическом уровне. Почему это нужно? Потому что для нас при рассмотрении второго закона термодинамики крайне важно будет как раз рассматривать, как системы приходят в равновесие друг с другом, происходит ли это самопроизвольно или нет, и каким образом этот процесс реализуется. Потому что если вы на прошлом занятии просто получили определение, что такое работа и что такое теплота, то здесь вы должны, я надеюсь, я смогу вам в этом помочь, прочувствовать их принципиальную разницу, поскольку это два разных способа обмена энергии на микрофизическом и на макрофизическом уровне. Ну и, соответственно, именно поэтому температура, параметр, который очень важен для больших систем, мы будем, в отличие от физиков, которые энтропию вводят для отдельных атомов и молекул, мы никогда такого делать не будем, мы будем рассматривать энтропию, наш новый термин, который возникнет скоро лишь для больших систем, и температура тоже рассматривается для больших систем. Ну, скажем, если вы возьмете, любой из вас возьмет градусник массой 100 килограмм, холодный, и попробует себе измерить температуру, ну, не знаю, как там, обнять его или еще как-то, то в конце концов вы, конечно же, придете к термическому равновесию. Но если градусник был холодный массой 100 килограмм, то, скорее всего, ваша температура уравняется, и вы не измерите вашу температуру до этого акта обнимания градусника, вы получите некий неправильный параметр. Поэтому для того, чтобы измерять температуру, используются маленькие пробные системы, типа маленького градусника, который там подмышку или еще куда, там в рот засовывают, неважно куда, и, соответственно, он не меняет вашу температуру. Но, тем не менее, это измерительный прибор, который позволит сказать, что, скажем, здесь есть две тушки изображены, женская и мужская, если они градусниками измерены, и температура одинакова, то при контакте между ними не будет термического обмена, они, можно сказать, будут находиться в этом самом термическом равновесии. Ну и метрологические важные замечания показаны вот внизу. Во всей термодинамике вы должны забыть о градусах Цельсия. Я думаю, вам об этом Андрей Владимирович уже говорил. Мы будем работать только с кельвинами. Это вы добавляете 273.15, ну а в судах обычно забывают, хотя бы 273 можно добавлять, ну и комнатной температуры у нас, соответственно, 298 Кельвина. В этом случае новый параметр температуры, он из бытового превращается в термодинамический и играет, конечно, очень большую роль. Еще один параметр, который уже связан со свойствами разных систем, которые вы изучаете, это теплоемкость. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь даны как раз те величины, которые были на первой лекции, дельта У, изменение внутренней энергии, и дельта H, изменение энтальпии. И это то, что описывает некие изменения, которые происходят с веществом, когда оно повышает температуру. Соответственно, теплоемкость — это количество теплоты. Теплота — это не внутренняя энергия, это способ передачи энергии, необходимая для нагревания одной части вещества на 1 Кельвина. Когда у вас вещество нагрелось на 1 Кельвин, изменилась внутренняя энергия, но это не значит, что вещество получило теплоту. Теплота была ему передана и увеличила внутреннюю энергию по первому закону термодинамики. И эту теплоту она получила откуда-то. Поэтому энергия не пришла просто так, она была отнята у чего-то. Это закон сохранения энергии. Первый закон выполняется абсолютно. Ну и, соответственно, вы видите, что может быть CP — теплоемкость при постоянном давлении или теплоемкость при постоянном объеме. Их разница в том, что когда вы строили потенциал энтальпии, вы в случае фиксирования объема не совершаете работу расширения, поэтому вы получаете немножко другую величину, по идее. Ну и, естественно, может быть, мольная теплоемкость на моль, удельная на килограмм в системах СИ, объемная на метр и так далее. На это нужно обращать некое внимание. Теплоемкость — это свойство, которое присуще веществу. Поэтому, зная, как теплоемкость меняется с температурой, вы фактически имеете очень важную характеристику вещества. Совершенно неважно, что вы дальше будете с теплоемкостью делать, это уникальная характеристика. Конечно, классы веществ, металлы, не металлы, похожи по теплоемкости и по ее изменению с температурой, но в общем случае теплоемкость отражает некое внутреннее строение, и как это внутреннее строение реагирует на сообщение извне ему энергии, то есть на повышение температуры. Теперь я еще хочу в связи пока что с первым законом термодинамики вот эту вот маленькую табличку разобрать. Я понимаю, что все химики зануды, я тоже зануда, но вы, наверное, пока что нет, потому что вы ими только станете к пятому курсу, но надо начинать к этому готовиться, поэтому давайте разберем У — внутреннюю энергию, К — теплоту и А — работу. Вот в чем между ними разница, которая позволит нам, может быть, лучше понять то, что будет дальше. Значит, давайте посмотрим содержание в системе. Значит, может ли в системе содержаться внутренняя энергия? Ну, конечно, может, но здесь есть огромная проблема в том, что мы не знаем абсолютное содержание внутренней энергии в системе. Мы можем отсчитывать ее от чего-то, от стандартного состояния, от, не знаю, ядерной энергии, от химической энергии, но мы не знаем все эти составляющие, поэтому содержание какое-то есть, мы его не можем посчитать. Значит, содержание К — теплоты — не имеет смысла. Конечно, вы иногда можете услышать, скажем, энергонасыщенные вещества, но вот есть у нас такой институт проблем химической физики, я думаю, кто из академической группы туда не раз будет ездить, к Академику Алдошину, но вот они иногда на своих полигонах эти вещества энергонасыщенные взрывают, это взрывчатка, но на самом деле это не значит, что какое-то количество Ку теплоты содержится в веществе. Просто когда вы проводите химическую реакцию внутреннего горения такого вещества, у вас за счет этого меняется внутренняя энергия, и Ку в каком-то виде передается вовне, внешнем системе. Это взрыв. Собственно, можно это использовать и на пользу. Скажем, в Волгограде есть специальные лаборатории, которые успешно используют сварку взрывом. Поэтому вы можете за счет взрыва и работу совершить полезную. То есть если вы не хотите, чтобы ваша система только микрофизически передала энергию за счет изменения своей внутренней энергии, а сделала это макрофизически, то вы должны придумать устройство, которое реализует этот процесс, то есть позволит вам совершить работу. Значит, механическая работа в системе тоже не содержится, это не имеет смысла. И если вы посмотрите, то изменения, вот те самые дельта или дифференциал, который мы применяем к свойствам системы, применимы только к У. Соответственно, для Ку и для А изменения зависят от пути, это очень важно. И, соответственно, это величины, которые не являются свойствами системы. Свойствами системы является только У. Значит, знак у вас, соответственно, для У всегда больше нуля. Отрицательной внутренней энергии не бывает. Для Ку и для А, как для способов передачи энергии между системами, может быть поглощение выделения, ну, соответственно, плюс-минус. В случае работы принято у нас в термодинамике, которая будет рассматриваться в курсе на третьем. Вы, может быть, поменяете эти знаки, но вот в нашем курсе, если у вас работа плюс, это значит, что у вас система совершает что-то, насилие над внешними системами, над внешними силами. А если она минус, значит, над ней совершается работа внешними силами. То есть мы вот такую установку здесь даем. Ну и, конечно, здесь, если мы говорили о теплоемкости, то связь с температурой У однозначно имеет, Ку и А может иметь. Причем для Ку, поскольку это микрофизический способ передачи энергии, как раз коэффициент пропорциональности — это теплоемкость. Ну, соответственно, для У это тоже может быть. Ну и, собственно, связь с изменением объема. Для У, для идеального газа, ничего нет, но для других веществ, когда есть взаимодействие между молекулами, внутренняя энергия может зависеть от объема. Для идеального газа нет. Ну и, соответственно, Ку может зависеть, это непонятно как. А для механической работы мы вводили параметр давления, умножимое на изменение объема. Ну и, соответственно, для П равно константы и для идеального газа. Это как мы обычно полагали, что есть работа, скажем, когда у вас автомобиль, сжигая топливо и прочее, вот так она примерно определяется. Ну и в резюме то, что я бы хотел напомнить. Система — это часть мира, в которой описываются все рассматриваемые процессы. Сразу скажу, что Вселенная как таковая системой являться не может. Бесконечная система смысла не имеет. Поэтому, когда вот в конце у меня будет несколько парадоксов, когда мы говорим о термической смерти Вселенной из-за повышения энтропии, ну, много фантастики на этом основано, красивых фильмов голливудских. С точки зрения термодинамики это неправильный подход к делам, поэтому как бы этот парадокс значения не имеет. Значит, свойства системы и функции состояния не зависят от пути перехода. И, соответственно, термодинамика только такими процессами занимается. Но в данном случае мы будем рассматривать не свойства системы, а некие другие функции, работу и теплоту, и разницу между ними, которые будут зависеть от пути перехода. И это очень важно. Важное различие. Значит, первый закон термодинамики связывает энергию системы с теплотой и работой, соответственно, с разными способами передачи энергии между системами, но ему совершенно наплевать на пути перехода. Это не его стезя, это не его обязанность заниматься такими вещами. Ну и, наконец, выводили энтальпию, которая была связана с внутренней энергией. И в этот раз мы на этом стаде забываем немножко о первом законе и переходим ко второму. Для того, чтобы это сделать, давайте попробуем немножко пофантазировать. Значит, если у вас есть какой-нибудь взрыв, ну, соответственно, реакция, которая идет с выделением тепла, с ней все абсолютно понятно. У вас есть процесс, который приводит к выделению тепла, и эта реакция происходит сама. Проблем никаких нет. В принципе, вот у нас, я так понимаю, есть некий пересыщенный раствор. Это он, да? Пересыщенный раствор – это система, которая содержит больше растворенного вещества, чем нужно. И когда мы эту вот прозрачную колбу, которая не находится в нормальном состоянии, ну, она может долго стоять, но стоит туда при инке попасть, либо специальному кристаллику, и будет все происходить совершенно интересным образом. Можно, чтобы, вот, можно вас попросить подойти к колбе и пощупать? Да. Ну, просто чтобы мы не врали и сказать, что с ней произошло. Вот просто ее с внешней стороны коснуться. О, отлично. Значит, это вот пример экзотермического процесса, который происходит самопроизвольно. Ну, в принципе, наверное, мы могли бы, я думаю, что, может быть, чуть позже покажем еще один процесс подобного плана, но это будет связано немножко с другими понятиями. Значит, с такими реакциями, с такими процессами все понятно. Вот выделение тепла идет, процесс идет. А что делать, если мы, например, имеем эндотермическую реакцию? Ну, вот, будем это, наверное, показывать когда-то в другой раз, но есть классический опыт, когда у нас растворяется вещество, не кристаллизуется, там была кристаллизация на затравке, растворяется, и тогда поглощается тепло. Вот за счет чего это происходит? Собственно, если кто работал с черно-белой фотографией, классический пример такого процесса, когда вы растворяете фиксаж, теосульфат натрия для того, чтобы хлорид, галогнин серебра вымыть из светочистительного слоя. Так вот, при растворении этого вещества всегда у вас раствор становится холодным. Вот почему происходят эндотермические реакции? Есть ли тут нарушение закона сохранения энергии? Нет, просто система пытается обменяться с вами, вы тепленький. Она пытается, когда вы трогаете ее, забрать от вас часть энергии за счет Ку, за счет передачи тепла, и все. То есть здесь на самом деле энергия забирается извне, так что нарушения первого закона нет. Но вопрос, который не решается первым законом термодинамики, заключается в том, что он не очень может понять, какие процессы пойдут сами, а какие не пойдут. То есть он вообще предсказывает, что процесс будет или не будет. Мы хотим знать, пойдет ли он самопроизвольно или нет. Ну и, соответственно, этим делом занимается второй закон термодинамики. Вам известен очень хорошо, я думаю, опыт еще со школы, когда вы брали наклонную плоскость, почти все физические задачи с каким-то коэффициентом трения рассматривают такую плоскость, и там у вас что-то скатывается, и у вас есть потери на трение. Ну, есть анекдот про кошек, когда очень активная кошка кому-то там надоела, и она все время там через порожек каталась на одном месте, и приделали шкурку, и они ушки доехали. Ну, собственно, здесь примерно то же самое. У вас есть необратимые потери на тепло, когда у вас есть трение. Трение — это диссипация энергии, и вы получаете, что когда у вас этот брусок скатился с верхней точки до нижней, у вас потенциальная энергия уменьшилась, но она не вся перешла в то, что вы хотели бы, а часть ушла вот в тепло. Когда что-то ушло в тепло, скорее всего, из этого вы уже ничего полезного не заберете. Поэтому это считается рассеиванием энергии. Ну, а с точки зрения энтальпии у вас просто внутренняя энергия уменьшилась, и все, это из системы. Но что произошло еще? Значит, давайте мы перед тем, как понимать, что произошло еще, вспомним, какие подобные процессы существуют в, ну, может быть, в нашем случае химическом. Значит, ясно, что если вы там стреляете в стенку пулей или там роняете что-то тяжелое, то вот у вас потенциальная энергия переходит в тепло тоже, и в процессы, которые сами переходят в такое вот состояние хаотичное, я это слово произнесу. Их тоже довольно-таки много, это перемешивание газов. Ну, и один из опытов довольно-таки красивый, он тут подготовлен, мы, наверное, тоже покажем. Мы возьмем, вот как показано здесь, и кристаллик калий-марганец-О4 опустим в воду. Значит, калий-марганец-О4 чем хорош? Ну, кроме того, что он обладает дезинфицирующими свойствами, и там, когда мы были в стройотряде, мы его использовали чуть ли не килограммы для того, чтобы он попал в воду. Марганец-О4 окислил всю органику, включая вирусы, бактерии, хлопьями в виде марганец-О2 выпал, и мы потом эту воду пили. Ну, это очень хороший окислитель, химический хамелеон, его по-разному называют. А здесь он просто очень красиво окрашен, поэтому мы сможем увидеть некий процесс, который происходит. Процесс происходит очень простой. Вот вы его опустили в воду, и у вас вниз потекла такая цветная струйка. Это связано с тем, что кристаллическое вещество калий-марганец-О4 переходит в раствор, который, как мы позже узнаем, но вы и так это знаете, теперь содержит катион калий-плюс и противоион-марганец-О4-минус. Раствор становится тяжелее растворителя, и все опускается в поле силы тяжести на дно. Ну, если немножко подождать, то возникнут конвективные потоки, и у вас будет однородно окрашенный раствор. Собственно, это некий необратимый процесс. Вы сделать его обратно простыми способами не можете. Вы можете сказать, давайте уберем растворитель. Если вы уберете растворитель, вы измените свойства системы. Поэтому нельзя сказать, что это обратимый процесс. Собственно, чтобы почувствовать разницу, здесь вот есть другой пример процесса. Это необратимый процесс, а вот здесь есть такой рыжий газ, лисий хвост. Это NO2. Очень нехороший газ, который резко пахнет, но хуже всего, что он на уровне митохондрии регулирует оксидно-восходительные процессы. Поэтому кто надышался оксидами азота, даже веселящим газом, он тоже не такой безвредный, могут вполне получить очень нехорошее изменение сердечной активности. Поэтому это токсичный газ. Он находится в замкнутом объеме. И его особенность в том, что он может диммеризоваться. То есть мы это еще будем разбирать позже. Когда NO2 превращается в N2O4, это тоже газ. 2O4 бесцветен. Поэтому по изменению цвета мы можем, по идее, видеть, что происходит с процессом превращения NO2 в N2O4. В общем-то, вы сразу видите, что очень бурый газ встал в горячей воде. И почти бессветный газ вы наблюдаете там, где часть системы находится при более низкой температуре. Соответственно, в правой части у вас N2O4, а в левой части NO2. Сергей Геннадьевич, а можно теперь их обратно поменять? Теперь давайте мы их поменяем обратно. Вот как бы систему мы не меняем, просто меняем условия. Если подождать, то это уже не будет меняться. То есть система придет к тому, что называется равновесием. То есть левая и правая часть при своих условиях, при общем неком давлении, потому что это сообщающиеся сосуды, они будут находиться с некой заданной, не меняющейся во времени концентрации NO2 и N2O4. Поэтому вот они пришли к равновесию, будем считать, что уже, хотя это не факт. А теперь мы их поменяем. Вот одну, которая была бесцветная, почти опустим в горячую воду, а эту, соответственно, в холодную. Что вы видите? Вы видите, что мы обратили процесс вспять, и получили, не меняя систему, то есть не испаряя растворитель, ничего не разбирая, мы получили другое состояние, тоже равновесное, ну и, соответственно, этот процесс обратим. А вот с Kali Mark T4 такого фокуса не пройдет, это необратимый процесс. Ну и еще один необратимый процесс. Мне нужна мачеха и золушка. Вот, хорошо, вот это будет мачеха, ну и рядом с сеткой будет золушка. Можно попросить вас выйти к некому очень сложному прибору, и мы попробуем с ним разобраться. Значит, опыт очень простой. Здесь он показан в виде смешения газов. Вот если вы возьмете, где там была золушка, Сергей Геннадьевич, покажите, пожалуйста, коллегам этот опыт. Значит, вот у нас есть специальная пробирка. Мачеха даст задание золушке, но сначала она из вредности возьмет, черное с белым перемешает. Вот просто вот, да. Вверх, вниз, вверх, вниз, там, во-во-во, отлично, отлично, отлично. Постепенно черное и белое перемешиваются вместе, у газов это происходит самопроизвольно, здесь просто как бы система твердофазная, поэтому приходится это делать. Ну, как-то мачеха плохо действует. Вот, отлично, во-во-во, во, все. Вот, а теперь можно передать золушке и попросить ее сделать то, что делали в классике, разобрать обратно. Отлично, вот эта реакция мне нравится. Чем отличается университетский человек от выпускника технического вуза, когда ему дают задание сделать то, что сделать нельзя, он делает вот так вот. Поэтому, нет, конечно, не надо этого делать, это невозможно, спасибо. В общем, теперь понятно, вы этот опыт запомните, реально мы получили из упорядоченной системы неупорядоченную, и этот необратимый процесс вы не сможете вернуть обратно. Для того, чтобы это сделать, физики придумали демона Максвелла. То есть вот здесь это зеленое существо показано на нижней части рисунка, и он делает одну простую вещь. У вас есть сосуд с дырочкой в центре, где есть заслонка, и этот демон, наблюдая конкретные молекулы, открывает заслонку тогда, когда к этой дырочке подлетает нужная ему молекула газа. Соответственно, через какое-то время он запустить может в правую часть сосуда газ одного сорта, а в левой части останется газ другого сорта. То есть он сделает то, что мы просили сделать девушку. Но она, к счастью, не стала этого делать, она же умная. Вот демон Максвелла глупый, он действует так, как мы сказали, физике, и он разделяет газы на составляющие. На самом деле этот процесс возможен или невозможен? Он возможен. Вполне возможен. Но смысл в том, что этот процесс не может пойти самопроизвольно. То есть как самопроизвольно у вас не может вот эта вот смесь разделиться, так и эта штука самопроизвольно тоже не разделится на два разных газа. А демон Максвелла делает на самом деле очень простую вещь. Он совершает работу. То есть когда он поднимает заслонку, он, если даже это делается в условиях микрогравитации, то есть в космосе, и заслонка ничего не весит, она все равно имеет какую-то массу. Поэтому он меняет ее импульс. И он в любом случае должен совершить некий акт работы. Вот за счет совершения работы вы можете разделить. И современные там газодиффузионные установки это делают. То есть в нескольких циклах они могут за счет совершения работы разделить газы. Это возможно. Но это и будет не самопроизвольный процесс. Но я думаю, теперь вы разницу между самопроизвольными процессами не можете почувствовать. Ну и вот другие примеры этих самых процессов самопроизвольных и не самопроизвольных обратимых, необратимых. Мы сейчас сделаем еще один процесс. Но примеры конкретные это плавление, кристаллизация. Вы можете обратить этот процесс. Растворение, осаждение. По идее, тоже можете за счет температуры его или других условий обратить. Испарение, конденсация. Это фазовые переходы. Многие. Практически все, но не все. Ну и из необратимых процессов, которые идут до конца, с ними ничего не поделаешь. Почему-то они идут до конца. Как правило, это самопроизвольные процессы, с которыми ничего нельзя сделать. Это вот, например, вы берете соляную кислоту или серную кислоту, разбавляете и получаете раствор. Обратно очень сложно это все разделить, как и в случае газов. Ну или вот осаждение трудно растворимых осадков сульфата, бария из нитрата и сульфата калия. Это сгорание топлива, многие-многие другие процессы. Они считаются необратимыми, то есть они идут до некого состояния, на котором все заканчивается. Ну и мы попробуем еще устроить маленький взрыв, который тоже относится практически к необратимым процессам. Ну мы, как всегда, будем соблюдать экологические нормы и просто взорвем водород, кислород, гремучий газ. Это будет делаться в малых количествах. Мы экспериментировали, если это литр гремучего газа, вот как Сергею Геннадьевичем экспериментировали, то в общем-то взрывная волна доходит несколько раз от одной стенки до другой. Поэтому здесь есть колбочка с малым объемом гремучего газа и мы ее аккуратно поднесем к пламени. Да, хлопать можно. Это один из примеров необратимого процесса. Если вы соберете молекулы воды обратно электролизом, как здесь предложили, можно все сделать опять в виде водорода и кислорода. Но, к сожалению, для этого вам придется затратить работу. Поэтому вы видите, что обратимость, необратимость, самопроизвольность, несамопроизвольность, хаос и прочие вещи, они каким-то образом вот странным связаны. И не все из них описываются первым законом термодинамике. Ну и как бы теперь вот этот слайд, который мне кажется тоже довольно-таки важным, как раз различие между работой и теплотой. Берем аккумулятор. Если кто-то автомобилист знает, что если его закоротить, он скипит. Но если взять проволочку, которая достаточно тонкая, она просто нагреется и сгорит. Поэтому мы почти всегда внутреннюю энергию, это химическая энергия, которая есть в этом самом аккумуляторе, то есть только частью внутренней энергии, мы легко можем практически со стопроцентным выходом перевести в тепло. То есть это не проблема. Если же мы хотим сделать что-то более полезное, скажем, за счет аккумулятора поднять какую-то грузик, как показано справа, то это опять естественно по закону сохранения энергии, по первому закону произойдет за счет того, что вы будете менять внутреннюю энергию, у вас будут проходить в аккумуляторе химические реакции, которые приведут к разделению зарядов, эти заряды пойдут по внешней цепи, соответственно, они запустят вращение ротора мотора, который здесь показан, лебедки, и у вас поднимется грузик. Вот этот процесс у вас связан с тем, что у вас внутренняя энергия была передана на другой системе, другая система это вот самый грузик, но вы здесь работаете с неким единым большим куском чего-то, и с нашей точки зрения совершается полезное перемещение для коллектива молекул. То есть это то, что называлось макрофизический способ передачи внутренней энергии другой внешней системе. Если там вы нагревали молекулу, не разбегались все стороны за счет Ку, то здесь вы совершили работу для аккумулятора почти без разницы, он не знает, что с ним происходит, он либо отдает себя в тепло, либо он совершает некую полезную работу. Для него все равно, а для нас нет, потому что работа нам нужна, а тепло нам не нужно, тем более сгоревший аккумулятор. И поэтому считается, что у нас возможно полностью всю работу, всю часть работы, которую мы можем сделать, превратить в тепло, то есть диссепировать эту энергию, ни на что израсходовать напрочь, без всяких полезных изменений, а вот наоборот, то, что очень хочется сделать, полностью тепло, которое там в костре выделяется или где-то еще, превратить в работу, вот это регламентируется вторым законом термодинамики. То есть, когда мы переходим от уровня организации молекул к уровню организации материи, то есть на это более высокий организованный уровень, вот тут, к сожалению, возникает много, большое количество разных сложностей, и эти сложности как раз регламентируются вторым законом термодинамики. Именно поэтому я говорил, что второй закон термодинамики для нас, по крайней мере, не для физиков, химической термодинамики, работает всегда с большим количеством молекул, и тогда мы имеем право все эти рассуждения, которые сейчас будут, применять. На этом стаде, соответственно, я хочу вам показать, что есть огромная разница между теплом и работой, и как только вы эту разницу прочувствуете, вы станете понимать второй закон, хотя его простейшая формировка чудес не бывает. Но это мы еще, я думаю, разберем. Значит, теперь занудство. Собственно, без занудства никуда, потому что классически мы, как грамотные люди, должны рассмотреть те самые машины, которые переводят нам некую внутреннюю энергию в полезное нечто, в работу. Ну и поскольку человечество всегда стремилось путешествовать, либо что-то перемещать и строить, типичным примером такой машины является тепловая машина, которая за счет циклического процесса многократного, то есть вы из входной точки идете куда-то, обходите некий путь, возвращаетесь обратно. За счет такого циклического процесса, за счет осуществления кругового процесса, термогенемического цикла, который здесь показан, вы возвращаясь в входное состояние, что-то делаете полезное, перемещаетесь на автомобиле, поднимаете грузы и так далее, что угодно, не важно. Значит, что показано здесь, здесь показана абстрактная картинка пока что, где у вас есть в координатах давление и объем некий переход из точки 1 в точку 2, причем этих переходов есть два, один из них красный, другой синий, то есть красный это туда, а синий обратно, и вы видите, что они не совпадают. То есть как бы для термодинамики вы в этом цикле вернулись в исходное состояние. Поэтому с точки зрения термодинамики ничего особо не поменялось, за исключением того, что как-то вы провзамодействовали с внешними системами. А с точки зрения технаря у вас есть некий гистерезис, есть некая вот эта вот фигура разности площадей под красной кривой и синей, которая на самом деле представляет собой работу. То есть вот в этом цикле система периодически из состояния А в состояние Б, С, Д, я опять в А возвращаюсь, совершает работу, полезную работу, которую мы используем, для чего бы нам не хотелось, для перемещения, для подъема тяжести и так далее. Ну и давайте это немножко конкретизируем. Например, двигатель внутреннего сгорания, как он работает. У вас есть цилиндр, но девушки вряд ли разбирали двигатель, хотя, может быть, такие и есть, а вот с мальчиками попроще. Они представляют себе, что это цилиндр, там есть впрыск топлива, оно поджигается, соответственно, происходит химическая реакция, дальше все расширяется, поршень двигается, потом газы уходят, и еще один важный момент, который как бы нужно помнить, что вот на цикле, когда у вас выходят газы, мы этот цилиндр должны, по идее, охладить. Собственно, почему машины летом глохнут в жару, потому что у них плохо работает охлаждение. Ну, сейчас будет понятно, почему. Ну и, соответственно, вот у вас показаны здесь два цикла, левый это карбюраторный двигатель, правый это дизель. Ну, на самом деле, с точки зрения термодинамики, ни тот, ни другой не является хорошим, потому что они не являются идеальными циклами, которые обеспечивают максимальный коэффициент проездного действия, но тем не менее. В левом цикле, когда вы идете от точки 1 к точки 2, вы видите, что у вас сохраняется объем, но повышается давление для идеального газа, когда возможно? Когда у вас повышается температура, значит, что она повышается? Вы же не будете нагревать нагреватель снаружи, вы просто что-то взрываете, поэтому это реально вспышка топлива, она доходит до уровня 2, а потом у вас со второй точки в третью, у вас давление и объем меняются каким-то образом. Что это может быть? Это изменение температуры, либо у вас либо постоянная температура, ну, ясно, что он сжимается, но у вас либо постоянная температура, либо у вас отсутствует передача тепла, то есть это либо адиабата, либо изотерма, например, либо нечто среднее, неважно. Вот это вот путь есть. Значит, 3-4 очень интересный момент как раз, вы видите, что у вас опять объем постоянен, а давление падает. Это то самое охлаждение, которое обеспечивает большую площадь этого цикла. Если его не будет, вы будете иметь меньшую площадь, вы меньше совершите работу. Поэтому, если вы не будете эту чертову штуку охлаждать, она просто, грубо говоря, расплавится, никуда не поедет. Либо у вас просто упадет КПД и будет коптить, дымить, и машина по скорости будет двигаться медленнее и шага. С дизелем все несколько интереснее. У вас от точки 1 к точке 2 идет повышение давления, и у вас уменьшается объем. Это что? Это сжатие. То есть, когда я был в школе, дизельные грейдеры, которые загребали снег, их разогревали мотоциклетным движком, чтобы они заработали. Соответственно, это нужно было для того, чтобы вот эти первые циклы, когда у вас сжимается газовая смесь, и потом при сжатии, это не идеальный газ, хотя здесь идеальный, повышается температура, она сама вспыхивает, дальше у вас увеличивается объем, при постоянном давлении что-то работает, ну и дальше опять вы стремитесь, чтобы тепло не потерялось, приближаетесь к адиабате и скатываетесь опять после охлаждения к точке, с которой вы можете вернуться в исходное состояние. Вот некая площадь такая, которая тут непонятно, больше или меньше, ну по крайней мере КПД и бензинового, и хорошего дизельного двигателя, они сопоставимы, просто используют разное топливо, как вы знаете на практике. Но если отвлечься от этого всего, мы можем нарисовать очень простую схему и той машины, которая двигается, и той машины, которая у вас стоит дома и называется холодильником. Собственно, они принципиальны с точки зрения термодинамики, ничем не отличаются. Ну, в любом случае, по крайней мере, с точки зрения этой схемы вы можете обобщенно и ту, и другую изобразить. Значит, двигатель внутреннего сгорания показан слева, значит, у вас есть горячая область, которая обозначена цифрой 1, это область горячего тела, мы так обобщаем, и есть у вас синяя область 2, область холодного тела, то есть это какая-то другая система, например, окружающая среда, которая через радиатор обменивается с нашим двигателем внутреннего сгорания, чем она обменивается теплом. То есть у нас горячая система с холодной, горячий цилиндр обменивается с нашей системой теплом. Вот этот самый Q здесь изображен. И где-то вот в этом цикле мы забираем маленькую частичку этого всего на работу. Собственно, большой вопрос связан со вторым законом термодинамики, сколько можем забрать, но мы это разберем. Ну, соответственно, вот от горячего к холодному и часть забирается на работу. Все остальное просто передача тепла. Без совершения полезной работы, к сожалению. Что происходит с холодильником? С холодильником происходит немножко другое. Вы видите, что здесь есть передача от какого тела? От холодного к горячему. То есть вы пытаетесь из морозильной камеры высосать тепло и передать его вовне, но это происходит опять-таки не просто так, а вот здесь есть еще некая входящая стрелочка А. это совершение работы. Это принципиальный момент. Вам обязательно необходимо устройство, которое циклическим образом, это тоже тепловая машина, в принципе, у всех холодильников у вас есть компрессор или нечто подобное, очень похожие все конструкции, они работают с холодогентами, Андрей Владимирович занимается термоэлектрическими материалами, которые непосредственно могут создавать градиент, температуры, но опять-таки за счет градиента, скажем, электрического поля это не важно, в любом случае вы должны совершить некую работу, чтобы от холодного тела передать горячему, это принципиально. Вот вы, собственно, построили схему двух важных машин тепловых. теперь у меня такой вопрос, особенно к девушкам, вот справа, что это такой напольный кондиционер, что правой части устройства не хватает? Ну, ясно, что там шнур не нарисован, который должен втыкаться в розетку, это понятно, а что еще? Ну, я ходил эту штуку, вот буквально такую покупать с супругой, которая медик, я очень люблю ее, но она медик, поэтому мы купили эту штуку и уже пошли, я говорю, подожди немного, вот там еще есть трехметровый шланг для того, чтобы выбрасывать горячий воздух, мы должны взять его, она спросила, зачем? Ну, соответственно, если вы поставите кондиционер такой в комнате, вот сюда, включите его, а он будет нагревать вам комнату, потому что вы обязательно за счет того, что у вас здесь происходит процесс, за счет того, что вы должны совершить работу, чтобы охладить воздух, вы должны ку передать, соответственно, вы должны разделить поток холодного и горячего воздуха, иначе у вас будет кондиционер работать как холодильник. Вот эти сплит-системы, которые там на химфаке есть, если кто-то ставит, они имеют две части. Первая часть, это вот та, которая в комнате видна, кажется, что она одна, но она не одна. Есть еще вторая часть, которая стоит на улице и которая горячая, вот она охлаждается воздухом, как радиатор в автомобиле, и только за счет этого у вас в комнате холодно. Ну, собственно, это связано с понятием коэффициента полезного действия. Он, собственно, описывается как отношение работы к перешедшей переданной теплотеку. Ну, если вы возьмете, я еще раз эту картинку покажу, где один есть, где есть один есть два, вот у вас Q1, Q2, один это горячая, два это холодная, вы, соответственно, можете поменять с учетом модуля это все на Q, ну, или на температуры, и увидите, что коэффициент полезного действия равен единице минус соотношение температур T2 к T1. Это что означает, когда у вас будет стопроцентный КПД, чисто математический? Когда у вас T2 будет равно нулю, и либо T1 бесконечность. То есть вы либо должны звезду запрячь в свой автомобиль, либо обливать жидким гелием радиатор. Только тогда у вас будет все работать хорошо. В противном случае у вас наблюдаются промежуточные случаи, и эти промежуточные случаи обеспечивают вам борьбу за КПД. Собственно, все производители автомобилей стремятся к тому, чтобы сказать, у нас более экономичные автомобили. Что это означает? Это означает, что у него больше КПД. А больше КПД означает, что вы оптимизировали конструкцию так, что у вас цилиндр более горячий, а радиатор эффективнее охлаждается воздухом. Ну и, соответственно, в болидах в формуле 1 далеко не бензин используют, а нитропроизводные, которые обеспечивают более высокую температуру при горении такой смеси. Ну и, соответственно, я теперь надеюсь, что девушки, когда будут покупать кондиционер, не забудут этот шланг длинный, потому что это обычная тепловая машина. Ну и перед прерывом последний цикл, который, собственно, вроде бы доказано обеспечивает максимальный КПД. Он состоит, это логично, из четырех частей. Значит, на участке 1-2 у вас газ, рабочее тело, поглощает некое тепло у нагревателя, Ку-1. Вот оно пришло. На участке 2-3 это тепло не должно потеряться, когда у вас происходит изменение объема. То есть это адиабата. Адиабата, когда у вас система либо за счет того, что процесс происходит в очень изолированном цилиндре, либо не успевает тепло перейти за счет скорости процесса. Я слышал, что это уже не термодинамика, но квазиадиабатический процесс это тот процесс, который происходит быстро, и тепло не успевает перейти. В нашем случае термодинамическом это просто означает, что у нас очень хорошая изоляция, и у нас тепло не теряется на участке 2-3. Соответственно, потом на участке 3-4 у нас газ отдает некое меньшее количество тепла холодильнику, и, соответственно, не теряя тепло, мы возвращаемся за счет изменения давления температуры в точку номер 1. Вот такой цикл, который носит название цикла Корно, он является идеальным для всех тепловых машин и обеспечивает максимальный КПД. Именно в такой машине за счет приближения холодильника к нулю Кельвина, что невозможно технически, либо за счет использования миллиардов градусов, что невозможно тоже технически, мы можем добиться КПД близко к 100%. В противном случае оно, конечно, будет от 100% отличаться. Но, тем не менее, это идеальная конструкция тепловой машины, которая нам позволяет за счет тепла производить работу, ну или бы наоборот. Ну и, соответственно, вы будете выводить формулы для цикла Корно, когда у вас будет нормальная термодинамика, а не ознакомительный курс, который мы вам даем, чтобы вы не алхимией занимались, а понимали, что настоящая химия делает. Есть такой учебник Кэмбелл «Общая химия». Это, видимо, автор был большой фанатик второго закона термодинамики, и в приложениях к этому учебнику есть 21 формулировка второго закона термодинамики. Вам их, конечно, знать не нужно, но то, что написано здесь, наверное, как-то осознать придется. Значит, классическая формулировка второго закона термодинамики гласит, что в циклический, это важное слово, потому что один акт никого не волнует, в циклической действующей тепловой машине невозможен. Слово «невозможен» оно более слабое, чем с точки зрения первого закона термодинамики, я вам уже это пояснял. Невозможен, значит, никто из вас, ваши потомки и потомки ваших потомков не смогут наблюдать это исключение из правил. В этом смысле он невозможен. Невозможен процесс единственным, опять-таки важно, результатом которого было бы преобразование в механическую работу, то есть в полезное действие всего количества теплоты, вообще всего, которое было получено от единственного теплового резервуара, ну то есть от нагревателя, например. Второй более интересный вариант, это то, что невозможен процесс, единственным результатом которого была бы передача энергии путем теплообмена, то есть самопроизвольного процесса, это тоже важно, самопроизвольного, от тела с низкой температурой к телу с более высокой температурой. То есть вот там чайник показан, если вы поставите его на плиту, он имеет шанс, ну ничтожный, превратиться в лед вода. Один шанс не знает, сколько квадриллионов, поэтому этого не случится никогда. Поэтому процесс считается, его никто никогда не наблюдал и не будет наблюдать. Поэтому это невозможный процесс, когда стоящая на горелке вода неожиданно превратится в лед. Скорее всего, она нагреется, то есть от более горячего пойдет к более холодному, но не наоборот. Соответственно, эти вот законы, две формулировки второго закона, про чудеса, которых не бывает, они играются классическими. Ну и, соответственно, хочу сразу запретить размышления о вечных двигателях. Значит, в нормальных странах, я не знаю, как в Африке, но в нормальных странах не патентуют больше никогда никакие формулировки и приложения по вечному двигателю. То есть, если вы захотите, придумав гениальную идею, запатентовать первого рода или второго рода вечный двигатель, вам откажут сразу и бесповоротно. Но что такое вечный двигатель? Значит, с учетом той схемы, здесь много красных крестов, правильно нарисовано, чтобы вы этого хорошо видели, в этих терминах у вас, они делятся на два типа. Двигатели вечные, то есть, делающие что-то полезное из ничего первого рода, то есть, те, которые нарушают первый закон термодинамики, это вообще криминал, и вечные двигатели, которые нарушают второй закон термодинамики, но первый соблюдают. Значит, соответственно, вверху, вот у вас показано, что есть нагреватель и холодильник, они никак не обмениваются, но откуда-то у вас берется работа. Вот этого не существует. Соответственно, как бы, более такой слабенький вариант, у вас есть обмен, но КПД больше 100%. Тоже такая подлость мелкая, такого тоже не существует. То есть, КПД больше 100% не может быть. Либо вы его неправильно посчитали, но, скажем, сделали установку и тайно подвели шнур, чтобы показать инспектору, что вот он работает. На самом деле, есть еще источник энергии, который обеспечивает КПД меньше 100%. Двигатели вечные второго рода, которые запрещены вторым законом термодинамики, но разрешены первым, это как нетрудно понять, если у вас нагреватель, то есть нечто горячее, вот взяли, нагрели, и оно все превратилось в работу. Вот все превратилось в работу. Это невозможно. Это невозможно. Либо второй вариант, когда вы, это тоже очень хотелось бы, но этого не бывает. Попытались поставить сюда без выхлопного шланга кондиционер, и чтобы он вам все тут охладил, причем с КПД примерно 100%. Такого тоже не будет. Вот эти вот вечные двигатели первого и второго рода, они запрещены. Верхние запрещены первым законом, нижние запрещены вторым. Ну, в смысле, в смысле верхние они не существуют в принципе, а нижние — это чудеса. Если вы не маг, не чародей, то вы не сможете сделать то, что не разрешает второй закон темодинамики. Ну, и, соответственно, теперь давайте введем то, что я уже обещал. Понятие энтропии — это величина, которая непосредственно связана с Q, то есть с микрофизическим способом передачи энергии. Соответственно, это то, что связано с молекулами, то, что связано с очень мелкими физическими носителями всего того, из чего состоит окружающий мир. То есть это не работа берется за основу для определения, что такое энтропия, а именно Q, то есть то, что связано с поведением молекул, грубо говоря, со способом передачи энергии через молекул. То есть работает для больших ансамблей молекул. Ну, это мы сейчас поймем. Значит, соответственно, если вот вы КПД посчитаете, это вверху написано, и примените лучшую тепловую машину, то есть максимальный КПД Корно, в цикле у вас как бы будет верно соотношение Q2, Q1 равно Т2 к Т1 для максимального КПД. Ну, или при полном обходе этого цикла сумма Q1 делён на Т1 плюс Q2 делён на Т2 будет равно нулю. Вот тем самым вы вводите некое приведённое тепло. Его ввёл Клаузис ещё в Махровом в 865 году, и он определил его как дельта Q. На самом деле здесь дельта скорее должно быть пониматься не как изменение Q. Q не может быть состоянием системы, параметром системы. Это просто изменение. Делённое на температуру. У температуры нету дельта, заметьте. То есть вот легко перепутать с теплоёмкостью. Дельта Q на дельта Т это будет теплоёмкость. Здесь у температуры дельта нету. То есть это переданная энергия в виде тепла, делённая на Т. То есть это как раз некое приведённое тепло, переданное в неком процессе. Ну и, соответственно, оказывается, это нужно доказывать, здесь это просто постулируется, что вот такая величина, которая обозначается энтропией, уже будет являться параметром состояния системы примерно таким же, как и энтальпия, но только имеет совершенно другой смысл. И они работают в тандеме. Значит, таким образом мы можем сказать, что существует некое экстенсивное свойство системы S-энтропии, изменение которого следующим образом связано с поглощаемой, выделяемой теплотой и температурой. Значит, если у нас маленькое изменение энтропии, здесь мы можем уже использовать дельта как дифференциал. Больше перешедшей теплоты, делённая на Т, то это будет самопроизвольный процесс. Если оно будет равно, это будет некий равновесный процесс. Ну и если мы попытаемся энтропию эту самую уменьшить, этот процесс не будет самопроизвольным. Возможны ли не самопроизвольные процессы? Конечно. Мы говорили о демоне Максвелла, только нужно совершить что-то, сам он не пойдёт. Поэтому мы говорим о процессах, которые пойдут сами или пойдут не сами. И в этом смысл второго закона термодинамики, он наконец-то позволяет определиться, какие процессы наверняка пойдут сами, а какие не пойдут. Какие должны идти сами, какие не должны. Ну и опять-таки здесь как раз написано, что в случае энтропии у вас Т не является изменением. Это та температура, при которой рассматривается величина энтропии. Поэтому это, пожалуйста, не путайте. А теперь давайте будем пытаться понять, что это за величина. Мы пока ещё не забыли, что это такое, но возьмём как бы некую простую очень систему. Что такое изолированная система? Значит, не вещество. Когда-то студенты меня не ругали, а сказали, что они хорошо запомнили, что такое изолированная система, когда сказал, что это гроб на кладбище. То есть там нет обмена ни теплом, ни энергией, всё изолировано, замкнуто абсолютно. И ничего, никакого обмена нет. Так вот если мы такую очень примитивную систему будем рассматривать, то окажется, что в такой системе, в такой системе самопроизвольным, то есть происходящим, как он хочет, процессом будет являться только процесс, который приводит к увеличению энтропии. Ну и, соответственно, в изолированных системах энтропия либо остаётся неизменной, либо увеличивается. Вот отсюда в средствах массовой информации как раз и возникли ужастики о том, что мы умрём все, ну, неважно, что через миллиард лет, потому что у нас будет тепловая гибель Вселенной, потому что вся энтропия увеличится, мы как упорядоченная система, мы систему упорядоченной, прекратим существование, потому что здесь будет только вот всё хаотично, будут столько молекулы, ничего организовано не будет. Этот закон увлечения энтропии, как вы видите, действует только для изолированной системы, коей, естественно, не является Вселенной. Поэтому то, что мы помрём через миллиард лет, принципиально неверно. Поэтому можно не бояться и жить спокойно дальше, учить предметы, радоваться жизни и так далее. Ну и вот в графическом виде обычно этот закон изображают так, у вас есть некое изменение изолированной системы и, соответственно, любой процесс может идти только не изменяя энтропию либо увеличивая её. Почему так происходит, пока непонятно. То есть как бы вот это были наблюдения, это был большой опыт работы с тепловыми машинами, были некие выкладки, но на самом деле причина этого станет ясна вам на третьем курсе, когда у вас будет распление Больсона, статистическая темодинамика и прочая жуть, которую знать нужно, но пока можно это изложить в более простом виде. Ну хорошо, давайте попробуем попытаться понять, что это такое. Значит, как только мы переходим к другому крайнему случаю, к открытой системе, вот вы открытая система, то есть вы дышите, там, у вас сколько, процентов 90 воды, то есть как бы есть обмен явно и энергией, вы тёпленькие, теплее, чем сейчас на улице, отдаёте энергию вовне, и вы дышите, поэтому есть обмен массой, поэтому вы открытая система. Вот в открытых системах с энтропией всё гораздо сложнее. Вот классический пример показан здесь. Если возьмёте сковородку, ну это, по-моему, картинка как раз с каких-то роликов с физфака. Ну это классический опыт. Берёте сковородку, наливаете туда масло, туда ещё могильную краску, серебрянку наливаете, которая в масле растворяется, перемешивается. Серебрянка — это пудра из алюминия, можно бронзовянку взять, которая тоже содержит частички металла. Главное, что они отражают, поэтому хорошо видно. Если вы этот вот тонкий слой поставите на какую-то нагревательную плиту, то сначала у вас не будет ничего интересного, а потом, когда у вас возникнет градиент температуры между нижней частью, которая нагревается, и верхней частью, которая охлаждается, вы в ряде случаев, если правильно подберёте условия, сможете увидеть, что у вас всё разбилось на такие ячейки. Это называется ячейками бенара. Ячейки бенара — это ролики, левые, правые, на которые разбилось всё пространство, возник за счёт конвекции, которые перемещают соответственно эти частички, и вы видите отражение от них, соответственно, у вас видна структура. То есть получается так, что вы сделали вроде бы тот процесс, который я запрещал старательно. То есть вы за счёт нагревания в системе создали структуру. Но противоречие снимается, потому что это открытая система. А мы в термодинамике, по крайней мере, на первом курсе, не рассматриваем открытые системы. Мы не можем такие сложные системы рассмотреть, потому что за это дали Илье Пригожину Нобелевскую премию. Это материал Нобелевской премии, вы ещё дорастёте до неё, надеюсь, по крайней мере, кто-то из вас. Но в нашем курсе вот такие системы открытые мы не рассматриваем. Поэтому, когда вы видите что-то, где возникает порядок при нагревании, ну да, возможно, но только это уже не равновесная термодинамика, аппарат, который гораздо сложнее. Мы рассматриваем равновесную термодинамику, где мы исключаем открытые системы. Ну и вот ещё реакция Белуса-Жаботинская, которая на химфаке была открыта, это очень интересные реакции со сложной кинетикой, где у вас, мы будем показывать, как химические часы, и в тонком слое возникают волны, пейсмейкеры и так далее, их в англоязычной литературе называют. Это тоже некий порядок за счёт химической реакции. Но это тоже открытая система. Мы такие рассматривать не будем в термодинамике, в кинетике, пожалуйста. Ну и теперь мы начинаем постепенно приходить к другому статистическому пониманию понятия энтропия. Там оно было дано за счёт рассмотрения тепловых машин, ну даже если вы автомобилисты, вам всё равно как-то это далеко, поскольку вы химики, вам ближе молекулы, раз вы захотели заниматься этой профессией, их изменением, поэтому мы будем постепенно к этому уровню переходить. Но на бытовом уровне второй закон термодинамики известен совершенно по-другому. Он называется законами Мерфи. И студенты очень часто эти законы используют, чтобы оправдать свои двойки или там что-то ещё во время сессии. Ну собственно, закон Мерфи очень прост. Понимание, если какая-то неприятность может произойти, она случится рано или поздно. Почему так? Потому что приятность, то, что вы хотите, это одно, ну может быть, парочка событий из миллиона других. И гораздо больше тех событий, которых вы не хотите. Поэтому вероятность того, что произойдёт то, что вы не хотите, она гораздо выше. И собственно, об этом говорит закон Мерфи. Но интереснее, конечно, его следствия. Очень важные следствия, особенно для студентов или экспериментаторов, химиков, из всех неприятностей произойдёт именно та, ущерб, который максимален. Вот, к сожалению, в экспериментальной практике это действует почти всегда. Ну или вариант, предоставленный сами себе, то есть самопроизвольный процесс. События имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему. Это вот о неком таком снежном коме, когда вы запускаете один предмет, если ничего не делаете, у вас другой предмет запускается, и в конце концов наступает самое худшее для студента. Вас очень трудно выгнать, но иногда вы умудряетесь сделать так, что это становится возможным. Надеюсь, ни с кем из вас это не произойдёт. Вам удачной сессии заранее. Ну и, наконец, третий пункт, который, вот могу подтвердить, всегда действует в экспериментальной практике. Если эксперимент удался, что-то здесь не так. Вот это действует со 100% вероятностью. Поэтому, когда вас просят воспроизвести наиболее удачный эксперимент, вы сначала запишите, когда и как он получился, а потом, может быть, через годик вы его воспроизведёте. Ну это доля шуток. В каждой шутке есть доля шутки. Ну и, соответственно, с бытовой точки зрения это означает, что вероятность удачи меньше гораздо суммы вероятности неудач. Ну это факт. Ну и, конечно, энтропию связывают с тем, как себя ведут молекулы. Это с попыткой создать некий хаос. Вот мне нравятся эти вот светофоры на перекрёстке, художественная картина, ну и вот как примерно выглядит общежитие студентов после сдачи сессии. Ну, очевидно, это некий хаос. Это чисто бытовая тоже трактовка. Более интересно, вот эта вот штука, которая здесь показана, это погода. Осень, предсказание погоды. Это другой, тоже важный момент, это так называемый детерминированный хаос. То есть, почему вам нельзя принципиально верить никаким предсказанием погоды, потому что это очень сложная система, которая, будьте здоровы, за счёт малых изменений может выйти на совершенно иную траекторию развития. Ну вот вы, наверное, помните, у Брэдбери бабочку в прошлом раздавили, случайно, выйдя за пределы специальной площадки. А когда вернулись, там была диктатура, говорили на на фене, ну, в смысле, на литературном языке и прочее, прочее, прочее. Маленькое изменение убийства бабочки, это так называется эффектом бабочки, то есть, это и детерминированный хаос, привело к гигантским изменениям в будущем. Соответственно, если кто-то здесь вот чихнул, это означает, что завтра погода будет уже другой. Если бы он не чихнул, ну, не завтра, а точнее, через 3-4 дня погоде, можно верить только в течение двух дней, примерно, как показывает практика. То есть, то, что они сейчас видят, они говорят. А если вот кто-то чихнул, это может поменяться, но через какой-то более длительный период. Соответственно, это тоже связано со сложными системами. Ну, и, наконец, то, что мы будем в дальнейшем использовать в понимании энтропии, это определение было дано крайне известным физикам, ведающимся ученым Больцманом. Он вел понятие энтропии по-другому, как меру статистического беспорядка в замкнутой термодинамической системе. То есть, он напрямую это связал беспорядком, и для того, чтобы понять, что такое порядок, что такое беспорядок, он вводит термодинамическую вероятность, здесь она обозначена W, в состоянии системы. Это число способов, которым может быть реализована данное состояние большой системы, макроскопической. Ну и, соответственно, чтобы это понять, я не знаю, что можно сделать. А можно вот попросить девушку пересесть вот сюда и сдвинуть свою коллегу? Вот на секундочку буквально. Скажите, кому какая разница, что они сейчас сделали? Вот состояние этой системы не изменилось абсолютно. Вот вы, как большая система, в целом остались в том же самом состоянии. Но вот это состояние, ну, можно вернуться, конечно, обратно, и то, что было, это два микросостояния системы. То есть и то состояние, и другое, это одно и то же с точки зрения большой системы. Вам все равно, мне все равно. Ну, им, я думаю, пока тоже все равно. В принципе, это означает, что вот если мы будем пересаживать каждого из вас, а потом еще вы поменяетесь друг с другом местами, то будет очевидно, что для вот этой вот большой системы число микросостояний просто огромно. Это факториалы, в общем, это гигантские цифры вероятности вашего размещения в этой аудитории. Можно еще там наверх парт садиться, там, не знаю, что угодно делать. То есть это очень большое число микросостояний. Вы большая система, и число микросостояний таких много. Но, как бы, с этой точки зрения, если, предположим, все симпатичные девушки сели елочкой сюда случайным образом, ну, все девушки на хифаке симпатичные, поэтому, вот это, ну, или парни, скажем, все сильные духом и телом, все такие у нас, сели туда в виде шахматного порядка, это было бы чудо, это было бы одно микросостояние, единственное, из огромного числа других. поэтому, если переходить на более животрепещущие примеры, если вы, предположим, завтра после этой лекции будете бояться входить сюда, потому что все молекулы разместятся в том углу, и вы вздохнетесь и умрете в вакууме, вот это значит, что результаты не достиг, потому что состояние, когда все молекулы находятся в одном углу комнаты, испугавшись вас, а вы тут не можете дышать, это невозможное состояние. Это одно микросостояние системы из огромного числа других. Ну и, соответственно, когда вы все молекулы засунете в один угол или девушек посадите в оплённом порядке, это создание упорядоченного состояния, это создание порядка. Всё остальное — это хаос. Ну вот сейчас вы хаотично сидите более-менее, поэтому это очень вероятное состояние системы. Соответственно, проблем никаких нет. Ну и поэтому все процессы, которые протекают самопроизвольно в замкнутой системе, которые приближают её к тому состоянию, когда она не меняется, ну то есть равновесию, направлены в сторону увеличения вероятности такого состояния системы. То есть чудесное состояние, когда девушки в одной куче, мальчики в другой ещё сидят в порядке, руки на парту, это невероятное состояние. Чайник, который охлаждается на плите, это невероятное состояние. Молекулы, которые собрались в одном углу, это невероятное состояние. Оно одно, оно возможно, но оно не реализуется никогда. Только флешмоба не устраивать на следующей лекции, потому что она будет посвящена уже другим вещам, и это будет неактуально. Ну и соответственно, это уже можно посчитать количественно. И считается это всё через константу Больцмана. Кстати, изменение её в седьмом или восьмом знаке после запятой, здесь только два знака показано, привело бы к тому, что наша система вообще была бы по-другому выглядела. Или это про постоянную планку, как говорили, но неважно. Значит, энтропия равна константе Больцмана 1,38 на 10 в минус 23 Джоуль на Кельвин. Она вполне сопоставима по порядку только, вы видите, что-то минус 23 с числом его гадрид, не случайно, поэтому мы с молями работаем. И это логарифм, и дальше идёт как раз такая буквочка W, это число микросостояний. Соответственно, если у вас число микросостояния равно единице, то тогда у вас энтропия будет равна нулю. Значит, у системы, возможно, только одно состояние, таких систем практически нет. Для вас число состояния очень велико, и поэтому, если вы определенную рассадку попробуете посчитать, сколько их вариантов будет, и сопоставите с хаосом, который сейчас наблюдается, вы увидите, что это будет очень маленькая величина. Это называется величина конфигурационной энтропии, и она на самом деле ещё и связана с информационной энтропией, потому что есть форума Шеннона, это уже из компьютера приходит, она выглядит очень похожим образом, но только здесь в ней используется информация. То есть с этой точки зрения событие, которое не несёт информационного повода о нём сказать, не является информацией. То есть хаос — это не информация, а, скажем, информация о том, что Петя у Маши там что-то сделал, это уже информация, это одно событие, которое интересно вам становится, когда оно неожиданное, то есть оно, когда отклоняется от общего хаоса. Это на самом деле очень важные вещи, потому что они называются флуктуациями. Вот флуктуация — вещь, которая вас будет в химии преследовать всегда. Почему у нас взорвался гремучий газ? Потому что какие-то молекулы начали расщепляться и взаимодействовать с другими. Был один единственный инициирующий акт, и потом эта цепная реакция привела к лавинообразному развитию, и всё взорвалось. Почему возможны многие процессы кинетические? За счёт флуктуации. Вот у вас есть большая система, и есть некое неожиданное событие, флуктуация, которое может привести к тому, что какой-то процесс пойдёт. Поэтому, когда мы говорим об энтропии, мы говорим в общем состоянии, о вероятностном состоянии, наиболее вероятном состоянии, о невозможности в плане того, что это невероятно его нарушить, но вот маленькие изменения для малого числа молекул вполне возможны. Если бы здесь было две молекулы в комнате, то вероятностно, что одна находилась бы там, а другая тут, или обе там, была бы почти, в общем-то, выполнимая эта миссия. Но когда молекул много, они не могут собраться в кучу, всё вместе, потому что это невероятно. В этом смысл энтропии. Ну и, соответственно, мы можем с учётом этого нового понятия ввести новый признак равновесия, по крайней мере, для части систем, для изолированного уж точно, это состояние, которое наиболее вероятно. Ну то есть в этом состоянии, как правило, наблюдается наибольший беспорядок. Ну и для нас это будет состояние с максимальной энтропией, потому что для этого состояния число микросостояний, которое входит в формулу для расчёта энтропии, будет максимальным. Это понятно, да? Все другие состояния с упорядочной рассадкой, они тоже могут быть реализованы чуть разными способами, то есть девушек можно там по росту, по возрасту посадить, по цвету волос, вот в упорядочном состоянии, но это всё равно будет маленькая доля всего остального, что при статистическом перемешивании вас как студентов будет. Поэтому в состоянии равновесные, в котором вы сейчас находитесь, ну чуть позже вы начнёте там дружить, уже как бы будут группировки, кланы, и тогда вот уже, видимо, изменится энтропия вас как коллектива, а сейчас пока хаос, и это вот соответствует состоянию с наибольшей энтропией и с наибольшим беспорядком. Ну и, соответственно, если вы уменьшаете систему, то тогда в нём пропадает понятие максимальной вероятности, потому что у вас будет очень мало состояний, и у вас пропадает понятие флуктуации. Поэтому, когда вы начинаете рассматривать энтропию на маленьких системах, вы впадаете в кучу парадоксов, которые нам не нужны. Поэтому всё, что мы рассматриваем, это только для большого числа объектов, для большого числа молекул, то есть для неких весомых количеств веществ. В противном случае мы можем почти не то посчитать, и будет ерунда. Но физики иногда энтропию вводят для одной молекулы. Но это не наша термодинамика в любом случае. Хорошо. Итак, что мы можем теперь понимать под энтропией? В первую очередь, это некая тепловая координата, фактор ёмкости в отношении беспорядка, который в какой-то мере противопоставляет нас тому, что мы имели с работой. Работа — это изменение объёма, это фактор объёма, здесь это фактор температуры, с чего я начинал лекцию, ну и, соответственно, в первую очередь, это тепловая координата. Это мера вероятности состояния системы, и, наконец, эта функция состояния системы, это нужно доказывать, но примите это на веру, потому что на третьем курсе вы это будете издавать в зачёте по термодинамике. Она позволяет определить направление протекания процессов. На самом деле, я тоже здесь немного лукавлю, потому что без первого закона второй тоже будет плохо работать. И мы на следующей лекции как раз и будем их комбинировать. Но пока что для ряда систем, в частности, для изолированной, в первую очередь, мы можем только энтропией и оперировать, потому что там у нас ничего не передаётся. Ну и, наконец, ещё одно важное, может быть, определение, ну не определение, а понятие. Это то, что произведение температуру, когда вы умножаете на энтропию, произведение температуры и энтропии, это энергия. Вот это энергия по всем размерностям и по смыслу, это энергия. Но не просто энергия. Это так называемая связанная энергия системы. Вот она ни за что, никак, ни в каких условиях в полезность, то есть в работу превратиться не может. Поэтому, когда вы, собственно, берёте энтропию и умножаете на температуру, ТС — это вот естественная комбинация параметров температура и энтропия. Это энергия, которая в работу превращена, быть не может. Вот, собственно, эти четыре важные момента здесь присутствуют. Ну и, наконец, я думаю, что вы уже понимаете, о чём будет следующая лекция, потому что четыре случая, показанные внизу, они уже так вот напрашиваются, чтобы как-то скомбинировать. Но пока мы их рассматриваем как случаи. Значит, если у нас в каком-то процессе дельта H меньше нуля, то есть энергия выделяется, и дельта S больше нуля, то есть, например, меняется количество молекул, молекул. Например, приходится в состояние к хаосу. Это самая благоприятная система. Собственно, взрыв водорода этому соответствовал. Вот это фактически вариант взрыва. Хотя с водородом там количество молекул меняется не очень правильным образом, но, тем не менее, пример хороший при взрыве гремучего газа. Самая неблагоприятная ситуация, когда у вас дельта H больше нуля, то есть ничего в системе не выделяется, и энергетического выигрыша, как говорят, нет, и при этом еще и дельта S меньше нуля. То есть система в неком процессе упорядочивается. Вот такие вещи, как правило, самопроизвольно не происходят. Но они могут происходить, если приложить усилия, то есть, если другие системы им помогут. Только в этом случае. Если у нас дельта H больше нуля и дельта S больше нуля, то это означает, что у нас процесс идет без явных выигрышей в энергии, наоборот, он может что-то даже требовать для своей реализации, но он дает хаос. Соответственно, что может из того, что мы рассматривали, к этому относиться? Ну, не знаю, растворение чего-нибудь. Есть кристаллическая решетка, ее можно разрушить. Разрушается за счет только того, что в раствор переходят некие составляющие части. Поэтому хаос увеличивается. И такой процесс пойдет лучше всего, когда у нас дельта H, как часть энергии, связанная с внутренней энергией, не будет превалировать на T дельта S. То есть, если у нас хаос победит изменение внутренней энергии, тогда процесс пойдет. Но он может победить его за счет того, что у нас будет повышаться температура. Поэтому процессы эндотермические, как правило, если они приводят к увеличению энтропии, протекают лучше или вообще протекают самопроизвольные токи при высоких температурах. Ну и, соответственно, еще один процесс дельта H меньше нуля и дельта S меньше нуля. В этом случае у нас энергетика преобладает, но процесс идет с неким упроизвлечением. Ну и что у нас было такого рода здесь среди опытов? Кто щупал? А, мы что-то взорвать хотели? А, термокраску чуть позже. Что там? Была теплота, правильно? А возникли из жижи некие кристаллики упрядочные. Соответственно, здесь дельта H у нас явно был меньше нуля, потому что теплота выделялась, а вот дельта S был меньше нуля, потому что у нас из разупрядочного состояния получилось упрядочное. Это произошло самопроизвольно. Причем если вы бы это нагревали, у вас бы, скорее всего, этого не было. Поэтому такие процессы происходят при пониженных температурах. Так что эти вот комбинации, которые имеются, они описывают вечный баланс между, чуть не сказал, добром и недобром. Нет, это вечный баланс между энергетикой и разупрядочной системой. Это для химии, даже если вы не конструируете никакие другие потенциалы, мы будем их конструировать, очень характерно, и, собственно, этим мы будем, несомненно, заниматься на следующей лекции. Ну, теперь еще об одной полезной особенности энтропии. Если внутреннюю энергию вы никак не можете посчитать абсолютно, то, к счастью, для нас, для энтропии это возможно. Соответственно, для того, чтобы подсчитать абсолютное значение энтропии, есть такой закон постулат, точнее, планка. Иногда, но не очень часто называют третьим законом термодинамики, то есть нулевой было о равновесии тепловом, первый был сохранение энергии, второй был об энтропии и хаосе, третий закон это о том, что энтропия идеального кристалла, чистого, вещества при абсолютном нуле равна нулю. Но на самом деле это не очень корректно, потому что скорее правильно является теорема Нернста, которая означает, что производная теплового эффекта по температуре стремится к нулю с понижением температуры. То есть понятна разница, если здесь вы абсолютное значение вводите постулатом, то Нернст поступает более правильным образом, он говорит, что у нас есть асимптода к некому значению, скорее всего оно ноль. То есть это более мягкое утверждение. Но как бы мы пока не физскими занимаемся, поэтому будем считать, что энтропия идеального кристалла, то есть без дефектов, нечто очень упорядоченное, чистого вещества, то есть там нет лишних атомов, которые могут перемешиваться с другими, вот при абсолютном нуле равна нулю. Вот исходя из этого мы можем попытаться оценить энтропию при нуле Келлина. То есть у нас есть стартовая точка в случае энтропии. Ну и еще один важный момент, который химикам тоже полезен, то что энтропия, ну собственно энтропия тоже, но энтропия особенно, это понятно почему, меняется при так называемых фазовых переходах. Ну фазовые переходы это плавление, кристаллизация, испарение, то есть когда у вас есть две фазы в разном агрегатном состоянии, в равновесии. И собственно в равновесии у вас получается, что вот изменение энтропии будет равно нулю, а поскольку она это передача тепла, изменение тепла при некой температуре, вы даже можете ее оценить. И оказывается, что согласно правилу Трутона мольное увеличение энтропии в процессе парообразования при нормальной температуре кипения вещества примерно энтропийных единиц составляет. Но это оценки. То же самое вы можете попытаться оценить для некоторых переходов, связанных с плавлением и прочее. То есть когда у вас есть переход из одной упорядочной фазы в другую неупорядочную, у вас меняется количество вариантов, количество микросостояний. Если кристалл это симметрия и значит операция симметрии, которая определяет, где атом будет располагаться, то в жидкости уже нету операции симметрии, поэтому у вас ясно, что скачком резко меняется энтропия. Ну и еще один, может быть, такой пример экспериментальный, пока вы это осознаете, мы покажем. Это термокраски, последний опыт, который остался на сегодня. Пока он готовится, я вот показываю пример системы, которая плавится в руках, металл. Он даже, по-моему, у нас есть. галииндивый сплав, если вы его поместите на ладони, он превратится в лужу. Это вот пример металлической системы, которая плавится при очень низкой температуре. Сейчас мы помещаем некие, я понимаю, меркураты, это тетраер меркураты, ну, неважно что, но вот мы поместили их в горячую воду. Видно, возможно, не очень хорошо, но вот особенно левая пробирка, внизу черная, а вверху она красная. То есть здесь произошел за счет изменения температуры фазовый переход из него расположения атомов дисперсность еще меняется, по-моему, здесь немного или нет. Ну, в общем, фазовый переход, который виден, он меняет оптические свойства, и, соответственно, когда что-то нагревается, оно тоже меняет цвет. Хороший пример, когда термокраски нужны, это когда вы что-то вытаскиваете из печки, если оно не светится, это не значит, что его можно трогать руками. Потому что свечение начинается с 550 градусов примерно, а обжечься можно и при сотне градусов. Поэтому термокраски такого рода, которые претерпевают фазовый переход при низких температурах, они, например, нужны, чтобы выявить перегревающуюся часть какой-то машины и прочее. Ну и вот здесь известный пример, когда у вас развивается оловянная чума, то есть у вас белое олово переходит в серое при охлаждении с изменением объема элементарной решетки, и, в результате, оно рассыпается. Соответственно, когда не дай бог кто-то пойдет, но такой припой уже не используют. с горючим в Антарктиду все спайки будут из олова, у вас просто рассыпется изделие и, соответственно, произойдет трагический случай, который уже происходил неоднократно, ну, пока не прекратили паять оловом. Это фазовые переходы, при них антропия меняется скачком. И еще один неочевидный, но мне очень нравящийся пример, потому что это современные материалы, это вот то, что показано здесь. Это обычный ядит серебра. Это большая такая ячейка кристаллическая, у которой мягкий и большой йод-минус содержит в зазорах в упорядоченном состоянии при комнатной температуре чуть более мелкие ионы серебра. Но стоит вам нагреть, йод у вас останется на месте, а вот при некой температуре, которая еще до того, как аргентум поплавится, у вас аргентум-плюс начинает перемещаться по позициям. То есть йод-минус стоит на месте, решетка твердое тело остается, но у вас возникает подвижность ионов серебра. В результате при неком нагревании ядита серебра вы получаете ионный проводник, проводник по ионам серебра. И причем вот вы видите, что 14,5 джоуль на моль келью на переход из одной модификации бета-вальфу аргентум-йод чуть больше нагрели, энтропия скакнула еще на 11 джоуль моль келью на и у вас все превратилось в лужу. То есть вещество поплавилось, фазовый переход завершился, вторая подрешетка йод-минус тоже стала хаотичной и у вас все превратилось в ионную лужу. Поэтому фазовые переходы и изменение энтропии при них это крайне важные вещи. Ну и последний график, который хочу показать, это то, что вы уже пытались считать с энтальпией через теплоемкости. Это типичные зависимости того, как меняется энтропия. В нуле вы видите, что все примерно идет к нулю. Мы этой точкой отсчитываем. Потом есть для большинства веществ либо плавление, либо испарение, изменение фазового состояния. Поэтому возникают вот такие скачки, которые здесь видны во многих случаях. И, наконец, есть более-менее покаты линии, которые связаны с изменением энтропии с температурой. Их можно посчитать через теплоемкости. И я думаю, что этим вы тоже будете заниматься уже на семинарах. скачки. 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 Скачки.